лидер преступной россии проиграл войну азербайджанскому вору мир криминала ждут перемены криминальный мир россии в ожидании перемен его лидер вор в законе захарий калашов известный как шакро молодой уступил в противостоянии с главным авторитетом азербайджана надиром салифовым гуля расплата за дерзость конфликт в воровском мире начал обостряться после 26 августа тогда по данным информационного агентства prime крым в турции состоялась встреча гули и потомственного вора в законе гурама чехладзе крижоевич встречу авторитетов которые увиделись впервые помог устроить шакро молодой который попросил гули быть помягче 35-летним крижоевичем однако последний неожиданно для всех повел себя вызывающе он назвал своими друзьями сторонников вора в законе ровшина джаньева ленкаранский причастных к теракту в доме гули совершенному в 2017 году крижоевич также заявил что сторонники ленкаранского не являются суками как их называет гули свидетелем встречи авторитетов стал приближенной гули арман джумагильдеев дикий арман казах по национальности и один из кандидатов в вора в законе он счел что крижоевич ведет себя слишком дерзко и избил его прямо перед своим боссом после чего потерпевший поспешил удалиться уже после инцидента дикий арман объяснил что избивая крижоевича он якобы не знал что поднимает руку на вора в законе что до его босса гули то сорока семилетний авторитет быстро дал понять что своего человека в обиду не даст и при необходимости накажет армана сам как бы там ни было но избиение потомственного вора в законе в криминальном мире не могло остаться незамеченным ответный ход впрочем желающий бросить вызов гули одному из главных криминальных авторитетов россии и бывшего ссср нашелся далеко не сразу в конце концов им стал 55-летний бадри кагуашвили кута иски один из сторонников шакро молодого после того как 29 марта 2018 года шакро получил 9 лет и 10 месяцев строгого режима за вымогательство с применением насилия бадри кута иски стал считаться его московским преемником именно бадри попытался организовать сходку для лишения воровского титула главного авторитета азербайджана мол гули допустил избиение квежоевича в турции и должен быть жестоко наказан бадри кута иски также заявил что не для того прошел красноярск отбыл срок вк-31 чтобы фраера безнаказанно били воров само собой на подобный д марш бадри вряд ли решился бы без поддержки своего босса шакро да и сам лидер преступного мира россии не стал молчать он поддержал своего протяжи и назвал турецкое избиение пощечиной для себя наша кропа всей видимости двигало от них нежелание заступиться за побитого к вижуевича как отмечал источник prime крым для достижения желаемого результата избавления от гули или его втягивания в воровскую войну шакро вряд ли стал бы щадить кого-то из своих приближенных фактически шакро попытался в темную использовать бадри кута искова чтобы навредить своему конкуренту за власть в преступном мире чужими руками однако это уловка не сработало воры в законе не поддержали стремление кута искова раскороновать гули и предрекли стороннику шакро заведомо плачевный и позорный финал авторитеты рассудили что произошедшего в турции явно недостаточно для наказания главного вора азербайджана до того как начать атаку на гули шакро молодой чувствовал себя вполне уверенно на роковой встрече в турции присутствовали двое его старых сторонников мартин баба кихян и александр захаров про них шакро говорил что они сделали для воровского мира больше чем некоторые воры в законе в 2011 году баба кихян и захаров получили 19 и 17 лет лишения свободы за убийство губернатора магаданской области валентина цветкова несколько месяцев назад баба кихян и захаров получили условно досрочное освобождение уда не досидев шесть и пять лет соответственно при этом освободиться оба осужденных смогли в краснодарском крае где у шакро молодого есть большие связи и не исключено что он помог своим сторонникам покинуть зону при этом по данным источника prime crime сам шакро в скором времени также планировал оказаться на свободе повода но вместо того чтобы до поры сохранять статус-кво в преступном мире шакро решил нанести удар по своему конкуренту гури правда эта затея обернулась полным провалом сначала авторитеты не поддержали бадрику таискова а в пятницу 6 августа гули собрал в турции сходку из 20 воров в законе на которой приняли несколько важных решений во первых поступок дикого армана избившего крижоевича решили не считать достойным осуждения во вторых самому крижоевича вместе с бадрику таиским напомнили что у них есть незавершенные конфликты с другими авторитетами и пока эти конфликты не будут разрешены не крижоевич не бадри ворами называться не могут а тех кто будет отталкиваться от мнения обоих гули лично пообещал сажать на нож впрочем самым любопытным моментом на сходке стал тост который главный авторитет азербайджана произнес за поддержавшего его мираба дженгвеладзе сухумского лидера влиятельного сухумского воровского клана время мираба мираб сухумский видная фигура в криминальном мире он считается правой рукой тиреала они они таро одного из большой тройки воров в законе 90-х и нулевых в отличие от двух других преступных генералов вячеслава и ванькова япончик и ослана усаяна дед хасан таро смог выжить в бесконечных криминальных разборках сейчас он находится в сизо и дожидается решения вопроса о депортации в испанию где вора обвиняют в отмывании денег впрочем как показывает практика авторитетов такого масштаба россия крайне редко выдает за рубеж пока судьба его босса находится в подвешенном состоянии мираб сухумский руководит делами своего клана из турции где обосновался давно и чувствует себя вполне комфортно там же в турции сегодня находятся и гуля судя по поведению обоих криминальных авторитетов они вполне могут заключить между собой союз уже в ближайшее время а это в свою очередь фактически будет означать объединение мира воров в законе но при таком раскладе его прежний лидер шакро молодой окажется вне игры в недавней телефонной беседе с шакроме раб сухумский прямо заявил ему что считает гуля своим братом а игра нынешнего лидера преступной россии ему надоели сухумский также отметил что приемы шакро из 90-х когда он стравливал одних и других одним говоря одно а другим другое морально устарели сейчас дураков нет и все тайное быстро выплывает наружу между тем при желании мираб сухумский может не просто лишить шакро молодого своей поддержки но и буквально уничтожить его по данным prime крым когда сухумский встречался с вором законе олегом пироговым сыркач тот рассказал подробности истории с убийством сорока шестилетнего вора в законе водима иваненко вадик краснодарский авторитета застрелили в анталье 10 февраля 2015 года по словам циркача расправа над вадиком краснодарским решение шакро причем решение вынесенное в обход всех воровских законов и если мираб сухумский захочет воспользоваться этой информацией для лидера преступного мира россии могут наступить по-настоящему черные времена звездочка 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 между тем во всей истории с конфликтом шакро молодого и гули есть одна весьма любопытная деталь как выяснилось дикий арман избивший крижоевича хорошо знаком не только со своим боссом гули но и с мирабом сухумским а последнему конфликт шакро и гули тяжеловесов от криминала и потенциальных конкурентов был бы весьма выгоден и хотя эта версия относится скорее к разряду конспирологии не исключено что нынешнее обострение в воровском мире мог спровоцировать отнюдь не горячий казахский нрав отчей-то холодный аккуратный расчет выходи не плачь к вежевича побил тенге авторитет дикий арман в присутствии лоту гули как стало известно про им крым вчера в турции во время встречи с гули человеком из его окружения избит 35-летний потомственный кутаиский вор в законе гурам чехладзи он же крежевич обидчик гурама арман дикий казах по национальности можно сказать авторитет всей средней азии чемпион мира по боксу стремящийся в семью уверяет постфактум что не знал на кого поднял руку а гули однозначно дал понять что не допустит чтобы его человеку причинили какой-то вред по нашим данным это была первая встреча гурама и гули на которой как предполагалось они должны были уладить одни и прояснить другие моменты в ее организации принимал участие и котик младший но гурам не захотел приходить от котика по поводу гурама гули позвонил шакро и попросил как за своего крестника быть с ним помягче незадолго до этого узнав что гурам находясь в турции проводят время в компании членов семьи покойного ровшина ленкаранского совершивших теракт в доме гули в 2017 году гули передал гураму чтобы он чтобы не попасть под замес держался от них подальше в ответ в сети появилось свежее фото гурама с одним из них гули сказал что не хотел бы чтобы пострадал вор но если мальчик чего-то недопонял пусть пеняет на себя понимая что угрозы гули не на пустом месте шакро максимально способствовал чтобы их встреча состоялась как можно быстрее и на пользу гураму тем временем дикий арман праздновал свое день рождения к нему поздравить прибыли авторитеты всей средней азии и кавказа однако при знакомстве с гули гурам сразу же повел себя не так как будто за него о чем-то просили и обозначил что друзья ровшина и его друзья они суки как говорит гуля слов гули о том что гурам общается с суками гураму показалось недостаточно и он потребовал обоснований именно вызывающий тон и вид к вежевича и спровоцировали постороннего к их разговору человека вмешаться и взыскать с него задерзость сразу же остановив нападавшего гули собирался продолжить но гурам не остался по словам очевидцев поспешность с которой к вежевич покидал место встречи чтобы совсем не потерять лицо вопила о том что он был изрядно напуган гули сказал что видит впервые как убегают воры если бы гурама ударил он этот не дал ему оборотку это еще можно было понять но потерпеть от фраера и убежать не проронив ни звука даже с безопасного расстояния это то во что гули по его словам ни за что бы не поверил если бы не увидел собственными глазами развитие ситуации если такое последует не должно себя заставить ждать уже сегодня завтра у гули день рождения совсем вытекающим наплывом уголовного элемента армана ни при каких условиях он в обиду не отдаст и если тот заслужил обещал наказать его сам как бы там ни было вина казаха видится не в том что он ударил вора а в том что проявил не сдержанность в присутствии гули к сожалению это не первый случай когда гурама коснулись физически будучи сыном легендарного к вижу гураму то и дело приходится опровергать постулат о том что природа отдыхает на детях первые 13 лет своей воровской карьеры квежевич выслушивал упреки за то что не поквитался с убийцей отца теперь до скончания века будут припоминать казаха дикого армана тем временем мировые сайты просто пестрят про эту новость дикий арман буквально чуть не забил вора в законе на встрече гули и квежевича казах по имени арман решил взыскать за дерзость в турции на встрече с главным авторитетом азербайджана надиром салифовым гули был избит 35-летний вор в законе гурам чехладзи известный как кежевич сообщает портал prime crime по данным издания специализирующегося на жизни криминалитета это была первая встреча чехладзи и салифова на которой они собирались обсудить ряд вопросов за гурама высказался известный вор в законе шакро молодой который попросил гули быть с кежевичем помягче незадолго до этого гули узнал что кежевич проводят время с последователями авторитета ровшина ленкеранского убит в 2016 году якобы причастными к покушению на гули в 2017 году гули передал гурому чтобы тот держался от них подальше а тот демонстративно выложил в соцсетях фотографию с одним из этих людей гули по данным prime crime сказал что не хотел бы чтобы пострадал вор но если мальчик чего-то недопонял то он не виноват несмотря на то что шакро поручился за гурама на встрече тот стал вести себя дерзко обозначил что его друзья не суки вызывающий тон к вежевича заставил вмешаться подручного гули казаха по имени арман тот решил взыскать с него задерзость сразу же остановив нападавшего гули собирался продолжить но гурам не остался по словам очевидцев поспешность с которой кежевич покидал место встречи чтобы совсем не потерять лицо вопила о том что он был изрядно напуган красочно описывает издание эту сцену по данным издания гули собирается защитить армана и при необходимости накажет его сам но не за нападение а за проявление неиздержанности перед боссом другой сайт пишет буквально другое недопустимый поступок вот у гули впервые позволил избить вора в законе поднять руку на вора в законе считается категорически недопустимым проступком который чреватый самыми серьезными последствиями тем не менее 35-летний потомственный кутаиский вор в законе гурам чехладзе более известный как кежевич стал первой жертвой именно такого избиения причина в том что он заявился на переговоры с куда более влиятельным законником азербайджанским мафиози надиром салифовым он же лоту гули которого считают одним из самых мощных персонажей в криминальном мире постсоветского пространства сообщается что встреча происходила в турции где скрывается салифов и готовилась давно раньше два вора лично не общались и сам бывший глава российского воровского сообщества шакро молодой ныне сидящий за решеткой зная взрывной характер чехладзе обратился с гули с просьбой быть с ним помягче тот согласился и принял крежевича однако переговоры пошли не по сценарию незадолго до этого гули узнал что кежевич в турции проводят время в компании членов семьи покойного ровшина ленкаранского который в 2017 году совершил теракт в доме надира салифова гость шокировал собравшихся тем что принялся открыто дерзить собеседнику буквально провоцируя на конфликт в частности он назвал своими друзьями сторонников покойного врага салифова азербайджанского криминального босса ровшина ленкаранского первым не выдержал подручный лоту гули некий арман будучи претендентом на воровской статус хотя пока коронации временно не проводятся из-за давления правоохранительных органов он видимо решил выслужиться и прямо на глазах у босса избил чехладзе после чего тот позорно бежал в свое оправдание арман заявил что не знал о статусе своей жертвы а гули и вовсе отрезал своего в обиду не дам если он не прав накажу сам к тому же сегодня надир салифов отмечает день рождения куда съедутся многочисленные уголовные элементы и гули вряд ли отдаст в обиду армана скорее всего ему в вину вменят не наказание другого вора в законе а пылкость и несдержанность в присутствии босса как ранее сообщали факты отказавшийся от титула вора в законе мухолю берецкий стал пикапером он начал тонкую игру с правоохранителями направленную на то чтобы не попасть под действия путинского закона выходить не плачь к вежевича побил тенге авторитет дикий арман в присутствии лоту гули как стало известно прайм крым вчера в турции во время встречи с гули человеком из его окружения избит 35-летний потомственный кутаиский вор в законе гурам чехладзе он же к вежевич обидчик гурама арман дикий казах по национальности можно сказать авторитет всей средней азии чемпион мира по боксу стремящийся в семью уверяет постфактум что не знал на кого поднял руку а гули однозначно дал понять что не допустит чтобы его человеку причинили какой-то вред по нашим данным это была первая встреча гурама и гули на которой как предполагалось они должны были уладить одни и прояснить другие моменты в ее организации принимал участие и котик младший но гурам не захотел приходить от котика по поводу гурама гули позвонил шакрой попросил как за своего крестника быть с ним помягче незадолго до этого узнав что гурам находясь в турции проводят время в компании членов семьи покойного ровшина ленкаранского совершивших теракт в доме гули в 2017 году гули передал гураму чтобы он чтобы не попасть под замес держался от них подальше в ответ в сети появилось свежее фото гурама с одним из них гули сказал что не хотел бы чтобы пострадал вор но если мальчик чего-то недопонял пусть пеняет на себя понимая что угрозы гули не на пустом месте шакро максимально способствовал чтобы их встреча состоялась как можно быстрее и на пользу гураму тем временем дикий арман праздновал свое день рождения к нему поздравить прибыли авторитеты всей средней азии и кавказа однако при знакомстве с гули гурам сразу же повел себя не так как будто за него о чем-то просили и обозначил что друзья ровшина и его друзья они суки как говорит гуля слов гули о том что гурам общается с суками гураму показалось недостаточно и он потребовал обоснований именно вызывающий тон и вид к вежевича и спровоцировали постороннего к их разговору человека вмешаться и взыскать с него задерзость сразу же остановив нападавшего гули собирался продолжить но гурам не остался по словам очевидцев поспешность с которой к вежевич покидал место встречи чтобы совсем не потерять лицо вопила о том что он был изрядно напуган гули сказал что видит впервые как убегают воры если бы гураму ударил он этот не дал ему оборотку это еще можно было понять но потерпеть от фраера и убежать не проронив ни звука даже с безопасного расстояния это то во что гули по его словам ни за что бы не поверил если бы не увидел собственными глазами развитие ситуации если такое последует не должно себя заставить ждать уже сегодня завтра у гули день рождения совсем вытекающим наплывом уголовного элемента армана ни при каких условиях он в обиду не отдаст и если тот заслужил обещал наказать его сам как бы там ни было вина казаха видится не в том что он ударил вора а в том что проявил неиздержанность присутствие гули к сожалению это не первый случай когда гурама коснулись физически будучи сыном легендарного к вижу гураму то и дело приходится опровергать постулат о том что природа отдыхает на детях первые 13 лет своей воровской карьеры к вежевич выслушивал упреки за то что не поквитался с убийцей отца теперь до скончания века будут припоминать казаха дикого армана тем временем мировые сайты просто пестрят про эту новость дикий арман буквально чуть не забил вора в законе на встрече гули и квежевича казах по имени арман решил взыскать за дерзость в турции на встрече с главным авторитетом азербайджана надиром салифовым гули был избить 35-летний вор в законе гурам чехладзи известный как кежевич сообщает портал prime crime по данным издания специализирующегося на жизни криминалитета это была первая встреча чехладзи и салифова на которой они собирались обсудить ряд вопросов за гурама высказался известный вор в законе шакро молодой который попросил гули быть с кежевичем помягче незадолго до этого гули узнал что кежевич проводят время с последователями авторитета ровшина ленкеранского убит в 2016 году якобы причастными к покушению на гули в 2017 году гули передал гураму чтобы тот держался от них подальше а тот демонстративно выложил в соцсетях фотографию с одним из этих людей гули по данным prime crime сказал что не хотел бы чтобы пострадал вор но если мальчик чего-то недопонял то он не виноват несмотря на то что шакро поручился за гурама навстречу тот стал вести себя дерзко обозначил что его друзья не суки вызывающий тон к вежевича заставил вмешаться подручного гули казаха по имени арман тот решил взыскать с него за дерзость сразу же остановив нападавшего гули собирался продолжить но гурам не остался по словам очевидцев поспешность с которой клежевич покидал место встречи чтобы совсем не потерять лицо вопила о том что он был изрядно напуган красочно описывает издание эту сцену по данным издания гули собирается защитить армана и при необходимости накажет его сам но не за нападение а за проявление неиздержанности перед боссом другой сайт пишет буквально другое недопустимый поступок вот у гули впервые позволил избить вора в законе поднять руку на вора в законе считается категорически недопустимым проступком который чреватый самыми серьезными последствиями тем не менее 35-летний потомственный кутаиский вор в законе гурам чехладзе более известный как клежевич стал первой жертвой именно такого избиения причина в том что он заявился на переговоры с куда более влиятельным законником азербайджанским мафиози надиром салифовым он же лоту гули которого считают одним из самых мощных персонажей в криминальном мире постсоветского пространства сообщается что встреча происходило в турции где скрывается салифов и готовилась давно раньше два вора лично не общались и сам бывший глава российского воровского сообщества шакро молодой ныне сидящий за решеткой зная взрывной характер чехладзе обратился с гули с просьбой быть с ним помягче тот согласился и принял крежевича однако переговоры пошли не по сценарию незадолго до этого гули узнал что к вежевич в турции проводят время в компании членов семьи покойного ровшина ленкаранского который в 2017 году совершил теракт в доме надира салифова гость шокировал собравшихся тем что принялся открыто дерзить собеседнику буквально провоцируя на конфликт в частности он назвал своими друзьями сторонников покойного врага салифова азербайджанского криминального босса ровшина ленкаранского первым не выдержал подручный лоту гули некий арман будучи претендентом на воровской статус хотя пока коронации временно не проводятся из-за давления правоохранительных органов он видимо решил выслужиться и прямо на глазах у босса избил чехладзе после чего тот позорно бежал в свое оправдание арман заявил что не знал о статусе своей жертвы а гули и вовсе отрезал своего в обиду не дам если он не прав накажу сам к тому же сегодня надир салифов отмечает день рождения куда съедутся многочисленные уголовные элементы и гули вряд ли отдаст в обиду армана скорее всего ему вину вменят не наказание другого вора в законе а пылкость и не сдержанность в присутствии босса как ранее сообщали факты отказавшийся от титула вора в законе муха люберецкий стал пикапером он начал тонкую игру с правоохранителями направленную на то чтобы не попасть под действия путинского закона а